Когда первый раз я попал на Рапсодио Коханья, и когда мы начали там филковаться между собой, я просто был шокованный. Я думала, как люди сюда приезжают, почему? Но когда я побывала здесь сама... Агапе. Любовь и забота о детях-сиротах. Если тебя ждет Рапсодио Коханья, то можно и 15 часов ехать на машине, и хоть 20. Пригласили люди добрые, пригласили, и поехали уже. Нас встретили с шариками, с обнималками, с радостью. Это было так классно, просто замечательно. Лепестки рос, ну, как жениха и невеста. Сердечко до всего часа на нашу мишку носить. Выполняли четко по инструкции. Даже ту зарядку сьогодні я вже не відчуваю зранку у них. И говорю, ні, я иду на зарядку, и все в нас четко по инструкции. Очень классные, квалифицированные тренера. Очень подход серьезный. Семейные каникулы Рапсодио Коханья уже проходят майже 10 лет. И тысячи пар, которые были на этих каникулах, пережили оновление шлюбных отношений. Это очень важно проводить такие семейные каникулы, как определенный санаторий по отношениям. Просто тут задают правильные вопросы, на которые ты сам даешь ответ. 20 лет подружного жизни ты пизнаешь очень много за свою половину нового. Вчера я сидел и думал, я строю дом, потихоньку его строю. Дети пошли это все построили. Я уже думал, все, дошел до криши, кришу накрыв. Нет, Рапсодио Коханья это все развалило. И теперь нам надо снова по кирпиччику это все собирать. Ну, я думаю, мы справимся еще. Этого очень не хватает в нашей жизни. И про это мужчины забывают частенько, когда семья, дети, работа. То женщинам так это не хватает, этой романтики. Так же самое и мы, женщины, забываем благодарить своих мужчин, вдохновлять. А между дружиной и мною получились уже такие стосунки, что мы умерли. Мы были разом и не разом. Наша пара уже умерла, мы просто жили уже разом. И Рапсодио Коханья перевернула нас с ног на голову. И мы поняли, чого мы выиграли, что нам нужно делать дальше. Когда первый раз я попал на Рапсодио Коханья, и когда мы начали там спілкуваться между собой, и вопросы, и все это, я просто был шокованный, с кем я живу. Это такая прекрасная людина, и в ней так много, что заложено. Я, например, даровал квит, и думал, гвоздики. А у Тацій не нравятся гвоздики. И я их даровал, потому что они же таки неудово не въянуть и так далее. А вирушка говорит, что эти гвоздики червоные на похорон таки даруют. Вечер уже, все, стучат в двери. Думаю, кто это? Думаю, бедведи какие-то, что ли? Ну, думаю, сейчас пойду, разберусь. Открываю двери, стоит девушка. Фруктонность принесла нам, свеча горит. Я был в восторге. Вот в моем случае мне было 18, я давала это обещание, то я до конца еще не осознавала, что это такое. Я думал, ну, как это так, оновление обетниц? А выявляется, это до слез приемно, цікаво и зворушливо еще раз признатися в кохании своей дружине. Когда-то 2-6 лет назад, эта суета, свадьба, и это все где-то теряется, то здесь ты уже осознав все, взвесил, и уже понимаешь, что за это нужно дать отчет. В повседневной жизни у тебя нету столько времени, допустим, да, тут у нас за 5 дней мы столько всего с ним вместе натворили и обещаний надавали, и попризнавались, и говорили, кому что нравится, кому что не нравится. Это здорово. Мы очень благодарны организаторам за то, что нас запросили, потому что за 26 лет нашего подружного жизни это мы первый раз отдыхаем вместе. Мы в шлюбе уже 26 лет, но наконец-то за 26 лет у нас появилась нагода еще раз признатися одне одному в кохании, потому что весь час то заканчивали институт, то народжувалися дети, то влаштовывалися на работу, то проблемы. У нас, например, 6 детей, и у нас дома немає так много времени, и возможности даже между собой поискаковать. А тут мы просто дали внимание друг к другу. В домашней обстановке тесный, тяжелый график, работа с детьми, домашняя работа, уход за своими детьми. Здесь идет полная перезагрузка. Мы сбросили тут бомбы, и налегке поедем с радостью домой. Мы играли в «Фэмили Пиццу», такая очень интересная игра. И когда приходят гости, и мы садимся, ну просто это время 3 часа, 4 занимает, и мы с радостью думаем, может быть, в следующий раз опять соберемся. Через «Фэмили Пицца» мы больше узнаем друг друга. Классная игра. Вот это понравилось, что ты смотришь на игру, вроде все так просто, и сразу понимаешь, что ты тут, тут, тут вел себя неправильно. У тебя сразу приходят какие-то озарения. В принципе, мы понимаем, но когда дошло до дела, все равно у нас кто-то куда-то перетягивал. Понимаю, что надо поддерживать друг друга. Но получается, что в этот момент мы и держим друг друга. Что-то он прыгнул, что ли я сейчас легко это сделаю. И так получается, что муж пошел первый прыгать, и он прыгнул, а я получилось так, что не прыгнула, а я присела, я испугалась. Ради жены я это сделаю. Спасибо всем, кто меня поймал. Это было очень сложно, но потом я понял, что это приятно, что тебя поймали. А потом он сказал фразу, «Далее ты можешь идти сама». Ну, я даже не задумалась, мне сразу выринуло слово «Куди?». Я поняла, что мне очень важно, чтобы он был рядом, потому что я не могу просто, чтобы его не было рядом. И я потом уже в конце начала настолько точнее, по шагам спрашивать у него, влево вправо. Я поняла, что мне нужно больше доверять человеку, больше общаться с ним. Я уже думаю, что что-то реализовать на месте. И такая программа должна быть в месте для семей, которые, например, обратятся к суду, к чему-то разрушения. Разные люди даже здесь были ромской национальности. У них свои эмоции, переживания. Они говорят, что у нас в культуре такого нет, чтобы говорить женщине хорошие или приятные слова. И когда ты видишь такие свидетельства людей... Их слезы на глазах. Когда они с такой благодарностью об этом говорят, то ты понимаешь, что это действительно важно и нужно. И это востребовано. Глубинные перемены в жизнях людей – это наша цель. Когда они приезжают одними, а уезжают совершенно другими, счастливыми, благодарными друг другу, влюбленными, для нас это самое большое счастье. И это происходит, потому что глаза людей, они горят, они говорят слова, которые никогда не говорили друг другу. Для нас, как для тренеров, это просто награда. Благодарны Богу, что мы вообще можем быть инструментом в этом всем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова